Крупные автомобильные концерны готовятся к оптимизации. Например, завод Volkswagen в России может уволить 770 рабочих. В Peugeot, Citroёn и Mitsubishi отправят своих сотрудников в принудительный отпуск, а на заводе Ford во Всеволожске собираются остановить конвейеры на два месяца. Также представители профсоюзов утверждают, что сокращения могут коснуться и работников автоваза. Так, автомобильная отрасль реагирует на сложную экономическую ситуацию в стране и резкое падение спроса на машины в новом году. Происходящее обсудим с главным экспертом Всероссийского общества автомобилистов Андрей Карлов в студии LifeNews. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Неужели ждать забастовок? Действительно, если рассматривать ситуацию по ее напряженности, то нельзя сказать, что она настолько напряженная, как они сейчас говорят. Если вспомнить ситуацию ровно год назад, когда господин Андерсон, именуемый среди сотрудников автоваза сказочником, пообещал уволить 7,5 тысяч сотрудников, из которых 2,5 тысячи – это управленцы, то в результате этой новости тоже была большая дискуссия и напряжение, включая сотрудников профсоюзов. Но по факту произошло то, что произошла действительно оптимизация. То есть нельзя назвать, что это было массовое увольнение и оно повлекло какие-то проблемы с сотрудниками. Здесь необходимо рассматривать прежде всего, что такое большое увольнение количества людей прежде всего должно контролироваться Министерством труда или региональным представительством. Это серьезное событие. Это раз. Во-вторых, все происходящие действия администрации заводов, а в данной ситуации задействованы не только заводы в Елабуге и в Севоложске, это еще несколько других заводов, в основном это Peugeot Citroen, которые действия должны контролироваться администрацией в соответствии с Трудовым кодексом. И вот этот Трудовой кодекс предусматривает множество действий, в соответствии с которым будет проведена эта оптимизация. Это и прямое увольнение, и временное перемещение, и отправка в отпуск. Хочешь, не хочешь, иди отдыхай. Ну, фактически, да. Для того, чтобы сохранить свое рабочее место. Да, сохранить свое рабочее место. Также было, по опыту Автоваза, большой уход по собственному желанию на пенсию. Таким образом... Ну, если позволяет возраст, то, наверное, это был не самый плохой вариант в этой сложившейся ситуации. Но по факту, вся эта ситуация на протяжении года в Автовазе, она не вызвала таких дискуссий. Сейчас мы обсуждаем значительно меньшее количество увольнений, то есть это 770 человек на Фольксвагене. И Автоваз тоже предупредил о тысяче или полторы приблизительно. Но они уже говорят о том, что и конвейер могут остановить, я имею в виду, европейских представителей в нашей стране. При остановке конвейера она обусловлена, естественно, экономической ситуацией. И та самая оптимизация трудовых ресурсов подразумевает перераспределение сотрудников на другое производство. Например, мы знаем, что сейчас продажи Автоваза в Европе приостановлены из-за того, что у нас в автомобилях нет автоматического датчика давления шин. Никакой политики, просто нет датчика давления шин. Да, нет датчика давления шин. И поэтому господин Андерсон пообещал, что сейчас все автомобили будут оснащаться этими датчиками. И именно на производство этих датчиков будет направлено определенное количество сотрудников. То есть это и есть та самая оптимизация в действии. Хотя, если сейчас рассматривать заявления профсоюзов, того же самого Volkswagen и Peugeot Citroën, можно говорить о том, что предполагается определенное нарушение в трудовом кодексе, которое должно быть рассмотрено определенными структурами. Это что, какое нарушение? Нарушение, например, это увольнение без содержания, без предупреждения трехмесячного, которое мы знаем должно быть для сотрудника. А также это не направление уволенных сотрудников на консультации по дальнейшему трудоустройству. Но есть ведь прецеденты, опять же, то, что касается менеджмента компании PSMA Rus, которые как раз Citroën, Peugeot, Mitsubishi выпускают, что рабочие просто не идут против пожеланий менеджмента. Надо уйти в отпуск. Хорошо, мы пойдем в отпуск, несмотря на то, что они могут, в принципе, затеять бучу, как-то начать отстаивать свои права. Это не та ситуация? Это не совсем та ситуация. Действительно, сейчас затрагиваются интересы уже большого количества людей, включая управленцев, которые были всегда на стороне администрации в результате увольнений. Да даже и профсоюзы некоторые на стороне администрации. И профсоюзы тоже на стороне администрации. Ну, здесь частная ситуация. Но говорить о том, что сейчас будет тот самый бунт трудовой, я бы не стал пока. Но когда экономическая ситуация на протяжении месяца-двух будет проанализирована и промониторена, то тогда будет ясно, что делать с этими людьми, которые отправили во временный отпуск или перенаправили на другую работу в соответствии с 72-й статьей Трудового кодекса, что, в принципе, в соответствии с законом, то тогда можно будет говорить о том, что будет происходить те самые массовые увольнения не в соответствии с трудовым законодательством. Все-таки в такое время мы живем, когда нельзя не думать о политике, партнеры европейские, там у нас такие сложные отношения сейчас, скажем так, с нашими западными соседями. Не может это быть просто какой-то, ну, не провокацией, ну, специально надуманным поводом для того, чтобы показать, как в России все плохо? В данной ситуации экономика все-таки сильнее. Несмотря на политические коллизии, происходящие сейчас в России, экономические показатели, они значительно более эффективнее работают на перераспределении ресурсов и так далее. Например, мы знаем о том, что часть сотрудников того же Volkswagen будет отправлена в Германию на работу. То есть порядка 90 человек будет в результате сокращения и перевода отправлено в Германию на производство того же самого завода. Это будут россияне или граждане Германии, которые работают в России? Россияне, которые работают в России, будут отправлены в Германию. Нет хода без добра. Да, нет хода без добра. И несмотря на все-таки политические коллизии, вот эта экономика, она определяет принципиальную политику самих автозаводов. Если рассмотреть, например, ситуацию также в Европе, то мы знаем о том, что идет массовое сокращение и там, и даже можно говорить о полном закрытии одного из производств Peugeot, Citroёn, с тремя тысячами сотрудников. Что будет с продажами, если сокращается выпуск автомобилей, останавливается конвейер, то, соответственно, и салоны будут пустить? Это опять же палка о двух концах. Вот сейчас происходит уникальная ситуация. Например, автомобили российские по экономическим причинам самые дешевые на рынке. И даже происходит определенная миграция автомобилей за рубеж. То есть те автомобили, которые поставляются к нам, их выгоднее покупать гражданам Евросоюза, потому что экономическая ситуация говорит о том, что машины самые дешевые. И говорить о том, что будет снижение производства, да, будет. Но здесь мы должны, прежде всего, рассматривать экономические интересы заводов, которые не будут продавать себе в убыток и будут действовать с определенной рентабельностью, которая на данный момент составляет от 7 до 20%. И ниже этой рентабельности не будет ничего. Поэтому, как бы ни происходила ситуация на каждом автозаводе, продажи действительно будут сокращаться. Это объективная реальность. Но определенного коллапса я не наблюдаю. Ну, то есть, собственно говоря, мы потребительского ажиотажа, наверное, ожидать не должны в этом смысле. Ну, потребительского ажиотажа не будет. Мало того, уже есть прогнозы о снижении продаж от 30 до 50%. В частности, АвтоВАЗ заявил соответствующее понижение продаж, несмотря на повышение стоимости автомобиля в рублях. Но все равно такая ситуация существует. Итак, вы считаете, что заявленные на данный момент планы автопроизводителей о сокращениях отправлений в отпуск на пенсию, кому что больше подходит, не такие уж и критичные. И яснее ситуация будет месяца через два. Где-то так. Спасибо большое. О возможной оптимизации рабочего процесса на автомобильных заводах говорили с главным экспертом общества автомобилистов Андреем Карловым. Продолжение следует...